Интересно, что вы, вот придяя из кикбоксинга, что вы на кикбоксинг наложили. Интересно, как это выглядит, ударная техника на движке айкидона. Опять еще раз говорю, тут есть один маленький нюанс, не подумайте, что я пытаюсь отговориться. Все зависит от того, как он бьет. Если он бьет, чтобы коснуться и оттянуться, вот если бы у меня хватали, я раз и от меня раз отпрыгнул, я бы ничего не сделал. Правильно? Как и здесь. Если человек бьет и отбрасывает руку, мне нещем наводить. Но это не так. Когда человек бьет, у него есть четкая совершенно линия. То есть, просто ее надо отводить и все. И ждать. То есть, просто минимальными затратами энергии отводишь атаку. Ты должен с ней уметь работать. Вот это основная проблема у многих, что они не могут работать. Им проще напасть на того противника, который бьет. То есть, атаковать самому. Вот. Но это не как бы неправильно. То есть, ты в принципе должен уметь именно... В этом был основной смысл всего того, что Айкидо. Да? Айкидо именно было не... Ну, как непротивление, да, этому злу. То есть, именно не переходить на ударку и прочее. То есть, так что, в общем-то, это все неправда, что он говорит. Это нарушает сами принципы Айкидо и принципы Айкидо. И то, что давал Уисиба, да? Та точка опоры, которую могу убрать, она ушла. То есть, движение должно быть туда, как бы, ну, глубокое. Если, например, человек бьет то, что я говорил, с вложением, да? Я просто сейчас вводю. Просто хочет ударить, ну, проткнуть мне. То есть, здесь очень удобен вот этот блок. Вот он удобен. Отсюда я могу работать. Вот то, что он показал, блок. Блок неудобен. Чем? Что он перекроет. Он скачил, перекрыл. Но больше он ничего с такой не сделает, если человек ее не оставит. Потому что такие блоки жесткие. Я уже много раз говорил, да? Человек пихает, блок. Видите, что происходит? Руки разошлись. У тебя получается блок, захват. У тебя два действия. А должно быть одно. Перевод и атака. Контратака. В этом вот и проблема многих очень, кто пытается из ударки перейти в такие техники. То есть, он не может отказаться от своих блокировок силовых, я говорил про штокан. Вот у меня есть такой ученик. Как только его переводишь немножко по-другому, он замечательно работает. Руки прилипают. Как только он начинает опять блоки свои делать, то, естественно, ничего, если человек не оставляет ему руку, то техника у него не идет. Если человек фиктует ножом, то ставить этот блок бесполезно, потому что человек вернет руку и порежет меня. И здесь работает другое движение. Я сбиваю, я сбиваю руку. Опять же, видите, другой бы человек, возможно, держал бы на расстоянии ногами. Ну вот. Ноги нужны. То есть, как бы, вы можете, конечно, идти по пути минимальных движений, да? Говорить, что бокс сильнее всего, и будем работать только руками, да? Только ударку. Ну вот. Ну, когда выясняется, что начинаешь бороться с борцом, да? И он проходит в ноги, и у боксера ничего не остается, да? Он не может его одолевать, его борис всегда заломит. Ну вот. Если он не попал с первого раза ему в челюсть, да? То все, когда он прошел, все, у него никаких шансов нет. Соответственно, нужны. Нужны немножко борьбы, понимания, да? Нужны какие-то заломы. То есть, это не должно быть, это должно быть полноценная, да? Техника, не искусство. Это не искусство, ребята. Это именно техника. То есть, в моем понимании, не знаю, искусство, боевое искусство, это все-таки более комплексная вещь, да? Которая именно идет по совершенствованию человека. А вот это вот, это просто хорошая техника должна быть. То есть, техника должна быть разнообразной. Это не должен быть микс, да? Как вот микс файт потому что микс файт это опять же те же самые правила по определенным правилам как говорил вот парень габриэль по моему зовут да он говорил о том что вот техника такая проход туда да и совсем другие совершенно оценки да то есть эффективности баллы то есть там все совсем другое то есть там где ты в принципе не стал бы даже рисковать спорте можно вам не прошло ну подумаешь не прошло ну ну положите на лопатки подняли тебя все заново начинаешь ты еще раз ты положил кого-то лопатки а тут только один раз понимаете чем проблема основная то есть только один раз тебя подбили ты отвлекся тебя срубили ударом и привет и он тебе уже не слезет и скажет давай заново переиграя но так что я начинаю сбивать движение то есть прямой идет вот меня я тыльной стороной начинают сюда сбивать и пытаясь работать сейчас я не видел желание зарезать по пальцам ножом слишком так лайтово было ну сейчас же была задача показать да не конечно по большому счету есть такой момент над мое мнение да мое опять мнение что в этой ситуации нету стопроцентный как бы выхода да нету выхода но возможно где-то пожертвовать чем-то ну какой-то часть часть части тела отрезал ногу и утащил что например даже где-то вот схватить рукой ну ладно руки руку разрезал да атака была непрерывная я пытался просто показать как я вот эти ты они как раз и самые такие опасно против них обычно никто ничего не показывает так а против них и не надо работать вот я почему вообще принципе пятился просто пока хотел показать только работает в жизни если бы на меня вот первого же после первого движения да ну я пошел не надо не надо зачем я еще про экзамен вопрос вот на экзамен ты демонстрируешь свою технику но как убедиться в том что эта техника у тебя сработает там где она должна сработать по прикладному аспекту айкидо по замыслу но самый простой способ проверить это просто-напросто прийти туда где тебя не знаю и попростить чтоб ты атаковарь тебя побили например сходить на соревнования по мм и что-то мне кажется что его сразу вычислят ну не важно или например ваша антрировку патчудо гриш нападайте на меня я буду но смотря какую технику как смотря какую технику если например техника захватов то можно пойти на дзюдо где хватает если технику ударов можно пойти ведь основная проблема спорта что ученка специализированная как только разрешаешь все начинается в стиле этого блин на боевого самбо до современного спортивного когда все в кровище уходит сопли текутся с крови блин вот короче вот такая фигня каратиста можно пойти к боксеру не важно не важно куда чтобы проверить человек должен быть но не заинтересован не заинтересован в чем очень странно конечно он устал наверно просто он поэтому говорит какие-то вещи шаблонные фразы выползают а окончания нет и вызывает вопрос типа того что заинтересован в чем это действительно фраза ну не то что не заинтересован это неправильно сказал человек не должен подыгрывать получается ваши ученики ходят по разным школам ну мои ученики нет не будут боксеров у меня просто такого повезло что у меня приходит заниматься люди уже с прошлым но мы сегодня попробуем и со своими людьми и с другими людьми из представителей других школ и знакомых вам людей позвали мы сегодня основные принципы вот ваша школа основные отличия еще раз чтобы резюмировать и уже перейдем демонстрации мы пытаемся наполнить еще раз каждую технику смыслом то есть должно быть решение задачи вот есть прием да наполнить каждую технику смысл а то до этого в ней смысла не было то есть вот как вообще принципе мне кажется что они просто пытаются переначивать знаете как вот эти каратисты надката карпят и там расшифровывают то чего там не было здесь мы не играем не играем черкать не надо хорошо вот здесь вот тоже цифру эту не играть переходите сразу вот сюда на флажу и вода не надо тоже черкать зачем вы вот здесь вот не играйте это игр Chinese играйте professionals see they can pack вы берете вот этим пальцем здесь этим здесь перевернули iconicables и играет это играет сейчас garde опять не играйте черкать не надо вышли сюда и здесь вот в этот с этой цифры создать врач эти образе for Ja11 так же у тебя там карпят над этими над техниками перегореживай их Находя в них двое скрытое дно Надо выстроить Стройную формулу Зачем он нужен В какой момент он нужен Есть у меня подозрение Что господин, который Основал Есенкан Все-таки был по уровню повыше Чем Голешев И все-таки И все-таки настоящий Есенкан И вот Виталию Голешеву Я все-таки рекомендую Больше погрузиться тогда в Есенкан Потому что его Мировосприятие ударника Кикбоксера Все-таки портит очень сильно Ему восприятие техник С одной стороны Понимание идет Я думаю, это все-таки плюсы его учителей Потому что есть нормальное понимание Именно самого Принцип каких-то айкидо Которые соблюдаются Вот это safe energy Перенаправление Переходы Как техники работают Все это есть нормальное С этими рычагами То есть Как бы С увеличением вот этого плеча То есть Это все нормальные совершенно техники Но И желание переделать И объяснить Как-то по-своему Например, знать 20 приемов И во время боя Во время какого-то конфликта На стрессе На адреналине Как выбрать нужно Здесь надо четко знать Четко знать Условия для той или иной техники Только что Говорил о том Что это импровизация И тут же говорит Как выбрать нужно Это как зеркало Это вот Идет на тебя атака И ты реально делаешь Все, чтобы перевести ее Пошла Почувствовал, куда пошла Можно захватить Захватил Нельзя захватить Перевел Перевел Перешел, допустим, на тело В том-то и проблема Что айкидо Не работает в принципе Со всем телом Он работает Буквально с рукой Хотя в принципе Те же самые техники Пинчак силата Тыкиона Они работают целиком на тело На какое вошел То же самое самбо В конце концов Разве что самбо Просто силовое Решение вопроса А не переводы Почему, допустим, самбо Нельзя поставить В одну когорту С этими техниками Чем, например, айкидо Интереснее, чем самбо Потому что там есть Вот эти не силовые переводы Когда тебе человек Допустим, бьет Удар А ты ему Опа И отвел И перевел Перенаправил Куда В одну сторону В другую сторону Сверху Толкнул То есть он на тебя Давит С ножом Ты берешь И отталкиваешь Ну, ну, летай Как вот Макаров Показывал, кстати говоря То же самое То есть что человек Давит на него Да, с ударом А он его Принимает И от себя Вот это вот Как раз и есть То самое Перенаправление Да Но это никакая Не энергия, естественно То есть это именно Вот эта техника Техника сохранения Safe Energy Сохранение Вот это вот Силы Перенаправления Потому что в нем Есть смысл Тогда, когда Ты его перенаправляешь А вам религия В смысле канона Принципы Айкидо Школы позволяют бить? А что значит Религия и канона? Я не религиозный Ну, я условно Говорю религиозный Естественно Есть определенный принцип Айкидо К которому нужно следовать Чего вы делать не можете Согласно этим принципам Вот вы уже не первые Напали Уже идет там Столкновение Поединок Что делать нельзя Что вы не делаете Можно делать все В Айкидо Нет никаких ограничений Когда конфликт Уже состоялся То есть есть любые удары Руками, ногами, коленями Локтями, пальцами Абсолютно Абсолютно Значит, самая главная задача Работа по кратчайшей траектории Основная задача В Айкидо Это пресечение боя Это не ввязывание в него А пресечение Причем пресечение По кратчайшей траектории Пресечение Это что такое? Пресечение Это то есть Когда атака начинается Надо заставить человека Постараться заставить Выйти в то положение При котором ему будет Неудобно атаковать дальше Здесь все-таки идет Немножко работающая С уместнознанием То есть С каждым уровнем Надо оценивать То, что ты делаешь То, что ты делаешь И понимать Насколько это Может причинить То есть Моя задача Моя задача Быстрее Моя задача Опять Занять центр По возможности Если я предугадал Где-то движение Я сразу вхожу Здесь у меня Технических действий И я выхожу Уже На какую-то речь Я не говорю о том Что на сто процентов Может получиться Но по крайней мере Вероятность есть Я вошел У меня атака Здесь Вот это часто Очень встречается Вот эти перехваты Да Очень многие Кто занимается Кидообразными техниками Пытаются все время Работать Вот это вот Пам-пам-пам Перехват Как белочка Ну вот Зайчик Вот И не всегда Оно работает То есть Где-то ты схватишь Те-то нет Скорее всего Ты просто не успеешь Схватить Ну вот Поэтому На боевой скорости Это чаще всего Не работает Здесь Самое главное Чтобы на его возврате Я вот здесь По возможности Через руку Воздействовал на него Ну согни Согни Как ты ее привел Вот А дальше Все уже будет зависеть От его движения Я могу отсюда руку вывести Я могу перехватить руку Не сможешь Согнутую руку Уже не выведешь То есть Если она ушла Сюда Да То есть Ты Бам-бам Пересек И вот она лежит Ты уже ее Ну не вытянешь То есть На разгиб Не пойдет он То есть Всегда на эти варианты Тем в том же Хапкидо Предусмотрен вариант Ты начинаешь ему давить Он сгибает руку Да Ты переводишь ее В другую сторону То есть Только так Ну вот Потому что Согнутая уже Ну не пойдет она То есть Он ее вцепится И ты вот Начнешь даже разворачивать И ее сюда Скручивать Да Ну вот Во-первых Он будет держать Во-вторых Он будет тебе наносить удары Ну вот Так что В общем-то Не самый лучший вариант Вот так вот Сцепившись в руку То есть Там нужно сразу решать вопрос Она сразу в землю Это опять же Руковой удар Здесь все сложнее Да Здесь все сложнее Я считаю что Ну поскольку Если не спортивный вариант Брэда Это либо я сразу уйду Да И постараюсь вот сюда Оп И где-то его подхватить Если у меня нет времени Ну здесь Ну и сами видите Это Нейкидо Посечки пошли Под цепом Ну вот Это уже пошла рукопашка Во-первых Во-вторых От кругового удара Хер ты уйдешь Чаще всего Это идет Серия Тебе проходит Первый Да Пробующий Бам-бам А потом пошла Закрывающий И в тот момент Когда ты Бам-бам Он у тебя Откуда-то Со стороны уха идет Куда ты там уйдешь Вспомним легендарного Стивена Сигла Он делает Примерно так Он прямо сразу Сигл так правильно делает Перекрывается Чуть в сторону Блокирует руку Желательно В локтевом сгибе И сразу Потому что Если проспешить Все равно Что прилетит И на входе Он прямо отсюда На боковом Сразу атакует Паховую зону И потом уже Начинает делать Какие-то технические действия Ну что Пока у нас На самом деле Мне кажется Что люди напишут Что ну Все Сто раз Мы уже видели Еле сопротивляющиеся Представили Там ММА Там Просто показывают Ну вот это Настоящем противники И вы нас не убедили Напишет зритель И мне кажется Будет прав Потому что На нормальных скоростях С нормальным спрессиям Мы еще в этой передаче Ничего не показали Возможно Получится что-то сейчас делать Понимая вашу мысль Тоже Что вы хотите Донести Что Акидо Оно как бы Действительно Действует На улицу КМС по РБ Полковник спецназа Отставки ФСКН Тренер клубов ФС Андрей Вершинин Второй данный Акидо Икикай Донести Что Акидо Оно как бы Действительно Действует На улице А что делать В данный момент Все-таки Я вас захватил Избегайте захвата Я думаю Да Вы избегаете Ничего А встань И выйди Из класса А что я сделал Да Вы избегайте Захвата Хорошо Дистанция Хорошо Все-таки Схватить Нанести удар Удары ногами Пытаясь Все-таки Спотить Работать На корпус Пожже Работать Пытаясь Пытаясь Хватить Ударить Хорошо Хорошо Ничего Работай Хорошо Корпус Работаем Майя Гей Сделать Поджать Поджать Хорошо Лоу-кик Работай У меня ощущение Что он не кикбоксингом Занимался Оператор У него все время Вот это Бам-бам Поход Руки На одной ноге Вот Смотрим 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 Бороться Отжимай Работай 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 Показывай Что ты делаешь Глаза Работает Хорошо Буду пытаться Пройти Ноги Сейчас Откинуть Давай Хорошо Буду работать Я не знаю В принципе По моему пониманию Все эти техники Не для Работы С подготовленными Такими Профессионалами По части Именно Ударки Это именно Техника На Постоянное Состояние В постоянном Постоянной Готовности Но От каких-то Гопников Не все-таки Не профессионалов Если На тебя Нападают Люди Хорошо Подготовленные Теперь Реально Ее мало Будет Нужно Что-то Типа Джу-джицу То есть Аки-джицу Ну Да Хорошо Но Это Решается Именно Каким-то Неожиданным Резким Движением Ну То есть У них Именно Какая-то Борьба Начинается Раз Два Хорошо Ну Опять Ну Да Прошу Обращение Я просто Я вновь Лукопашку Поним Немножко Подустал Мы Десять часов Ехали Все Мы же Здесь Попрыгли Чувствую Вы Устаете Да Я замерзу Очень холодно У меня замерзли Руки Ноги И вообще Все А у Жени Очень строгое лицо Я вообще Думаю Спрячешься А есть повод Потому что И не один Это интрига Ну вот Сразу мы видим Кто-то Его не бьет Практически Потому что Конечно Практически На излете Не доходя До этого Это все Не работает Вообще То есть А если бы он Начал пумбить Скорее всего Прошел бы Основная проблема В том Что именно Проходят Такие вещи Потому что Техник Как раз Против ударки Нет У них Он пытается Пытается И сбить Опыт Кикбоксинг Скорее Отказывает Вот Вот это Вот Это опыт Ответ Ответ На то Что Соревнов Никакие Я В это действии Он уходит на дистанцию Я знаю Что делаю Я либо от него Ухожу Либо за ним Хожу Все Если никаких Немножайств Он будет Чуваком Которым Нужно Дарить И задержать То есть Он Входи Не так Не так Возможно Только один Если Я провалю Я что-то Что-то Показываю Какое-то Техническое Действие На его Харбил На юбке Наказывай Потому что Мы сейчас Придумали Моя привычная Работа Я все Так Работу Я Дай Георч Ничего Работу Второй Моя работа Я выманю Идет розыгрыш Идет розыгрыш Но Как мне К нему подойти Он просто уходит Высекает Опять вопрос Смотреть Парадокс Глупый вопрос Зачем Подходите Он уходит Разве не Принцип Айкидо Присек Нападение На себя И ушел Точно так же То есть Стоишь Совершенно Безобидный Смысл В том Что Ты должен Безобидный То есть В этом Смысл А не то Что Ты должен Быть Именно Соперником Которого Нужно Уничтожить То есть В этом Принцип Айкидо Как бы Уйти Я говорю О том Что я Не сторонник Конфликта Вы Вынуждаете Меня Сейчас Идти За ним Это Что Костюм Ты просто Нестандартный Да Это Конфликт Чтобы Что-то Показать Зачем Ему Не надо Это Он уходит От меня Не Попускают Меня То есть Единственное Что Вот можно Действительно Чтобы Он не Убегал Он Просто Руку Бросает И я Какой-то Покажу Вход Как Я могу Например Войти А в Спортивном Варианте Это Не Вариант Либо Мне Надо Надевать Футы И мы Начнем Просто Боксировать Ну Тогда Какой Смысл Айкидо Но Зритель напишет Айкидо Не работает Вот Что Будет Я могу Точно Сказать Вот По Айкидо Помнишь Что Мы Такую Смешную Передачу Снимали В Латвии Вот В таком Плане Оно Очень Хорошо Работает О Блядь Ой Да Нему Уже Плохо Брежданин Брежданин Плохо Руки Где я руки Заспал Сказал Блядь Паровому Футболу Под Блядь Просто Если бы я Чуть Чуть Не занимался Там Тоже Андрей Георгиевич Например У меня Никогда Не получились Такие Захваты Потому Что Ну Это Биомеханик Надо Понимать В таком Контексте Как Прикладуха Абсолютно Чистая Дидрация Либо Схватил Припыдал Сразу Ему И Подвонил По мне Так Работает В таком Виде А в чистом Вот Как Айкидо Для меня Не работает Слушайте Ну Это Ваша Задача Показать Айкидо Я не знаю Что делать Задача Показать Айкидо Я не могу Вы поймите Опять Противоречие Как Можно Показать Айкидо Человеку Который Не хочет Чтобы Его Показали Колдун В нестандартной Противоречии Ты не можешь Потому что У тебя движок Другой Ты уходишь То есть Это то же самое Как Я не знаю Загнать Сюда Здесь Рукопашный Бой Пока В рукопашке Мы не можем Изобразить Айкидо 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 Применитель Именно В каких-то Конкретных Ситуациях Именно В ситуациях Вне Зала Вне Поединка Оговоренного Правильно Это Чистая Воды Приклад Ухо Когда Ты выходишь Человек Короче Не было бы У него Кикбоксинга Выкручивался бы Своим Айкидо Вот и все Если Оно сейчас Не работает Значит Оно не будет Работать Вот и все Опять же Выход Так что Не надо Вот здесь Ля-ля И все Остальное То есть Это все Конечно Отмазки Не знаю Так В принципе Вполне Адекватно Не знаю Там Все эти Россказни Рассказывать Беседы Я уже даже Не знаю О чем Речь идет Дальше Они друг Другом Общаются Не отрезан Андрей Вершинин Наверное Его зовут Не хочу Его сейчас Смотреть Портить Себе Впечатление От этого Всего Ну давайте Так Вывод Общий Ну вот Айкидо Конечно Там Мало То есть Он пытается В спокойном Состоянии Применять Айкидо Который Изучает Весенкан Да Но вот Пытается Связать Похоже Своим Предыдущим Опытом Про Капашки У него Странный Опыт Судя По всему Что он делает Очень напоминает Карате Несмотря на то Что он говорил Что кикбоксинг Многие вещи Когда он Утягивает Противника Пытается Сделать На технику Айкидо А потом Начинает Утягивать Падает И утягивает С собой Это Ближе Дзюдо И скорее всего К самбо Учитывая Как он Утягивает Но вот Опять же Какой-то Странный Опыт И это Все прет И оно Все Естественно Мешает Как раз Ему Мешает Его Когда Ты изучаешь Что-то Нельзя Сразу Бах И стал Тяжело Очень Когда ты Не чувствуешь Преимущества Превосходства Той техники Все время У тебя Будет Лезть Как у меня Когда-то Лезло Когда я Приехал Только После Изучения Скорей До Хапкидо У меня Везде Лезла Еще и Техника Ног Тэквондо Какие-то Но Например В бросках В каких-то Заломах У меня Вообще Никого Опыта Не было Кроме Уходили Панурю Сандо И сейчас Я уже Не использую Техник Тэквондо Хотя Могу В принципе Что-то Использовать Но Оно Настолько Трансформировалось Уже Что Его Там Уже Не узнаешь Техники Тэквондо Как таковой Нет Тоже Но Когда У тебя Есть Чем Заменить Тем Что Ты Считаешь Лучше Лучше Применять Так Допустим Ты Не станешь Работать Потому Что Тебя Травмирует Не будешь Быстрее Чем Молодой Какой-нибудь Тэквондист Нет Смысла Как-то Так А У него Он Понимает Реально Что В том Бою Он Сказал Дайте Мне Перчатки Дайте Мне Фото Я Типа Того Что Я Немножко Переиначиваю Но В общем Звучало Он Не Это Говорил Но Хотел Сказать Именно Это Типа Да Да Мы Подеремся Тогда Будет Вам Вспарин Да Поэтому Но Там Не было Соревнований То Ему Соревнования Предложили Не Выиграть Ему Именно Показать Предложили Технику Показать Айкидо Как Оно Работает Ну Вот То Ефективно Это Было Экономить Силы Не Выдыхаться И Пресекать Действия Противника Именно В этом И есть Смысл Айкидо Когда Я Делал Ханмуе У меня Как раз В какой-то Момент И была Мыс Такая Что Речь Шла О том Что По Сути Дела Если Ты Человек Голову Каждому Окружающему Кто Тебе Чего-то Поперек Сказал То Тебе Нужна Техника Которая Тебе Может Помочь В этом Как-то Держать Тебя В каких-то Рамках И Защищенном Состоянии Именно Без Злобы Без Этого Ярости Потому Что Я Не знаю С Тагестанцами С теми Сами Которые Я Видел На Видео Тише Убери Камера Нельзя Поспорить По части Агрессии Это просто Неадекват Поэтому Если Ты Человек Спокойный Интеллигент И так Далее Тебе Нужно Что-то Такого Плана Многие Почему Приходят В Айкидо Потому Что Это Подобного Плана Это Единственная Техника Которая Анонсирует Что Мы Не Агрессивны Мы Просто Защищаемся Мы Просто Пресекаем Атаки И Ее Действительно Можно Пресечь И К тому же Сам Мучат И В Айкидо И В Хапкидо И Там Тоже Нет Агрессии То Нет Такого И Ударка Там Нафиг Не Нужна В Принципе То Ее Просто В Хапкидо Она Есть В Хапкидо Она Есть Больше Она Развита Синму Хапкидо Если Честно Потому Что Хапкидо Кхф Это Довольно Специфическая Штука Недалеко Ушедшая От Древних Техник Такого Каратэ Так Вандота Их же С ними Которые Там Были Ну Мой Вывод Такой В общем То Как В принципе Виталию Голешеву Не надо Было Ему Нужно Было Собраться С мыслями Может Что Объяснить Своё Видение Ну И Что Показать То Что Он Умеет Ну Проблема В том Что Очень Сильно Давит Его Предыдущий Спортивный Опыт Ему Хочется Выглядеть Победителем Нельзя Всех Победить Просто Нельзя Всех Победить То Есть Придёт Профессионал Выставь Там Против Любого Основателя Стиля Не знаю К Пришел Пришел Профессионал Но В лучшем Случае Если Он Защитился Это Было Уже Хорошо Так Что Тут Нет Смысла Он Говорит Об этом Что Нет Смысла А Сам При Этому Старается Победить Это Основная Проблема Он Сам Спортсмен Вот И Всё Ладно Спасибо Что Прислали Я Думаю Что В принципе Вы Поняли Моё Мнение На Счёт Но Оно Ничуть Не Меняется По Часть Айкидо Айкидо Какое Было Такое Остаётся Да Ну То есть Как бы Со всеми Своими Достоинствами Со всеми Своими Недостатками Которых Конечно Больше Чем Достоинств Все Достоинства Которые У него Есть Это Айкизюцу И Не Вся Айкизюцу Тоже Хорошо Вот Я Тоже Видел Многие Виде Очень Многие Виде Напоминают Айкидо Очень Сильно Так Что Я Думаю Что Многие Переходят Из Айкидо В Айкизюцу И Портятся Собой Айкизюцу Я Готов Занять Место Замо По Науке Это Мне Нет Трудно Вопрос Не В То Есть Грубо Говорят Человек Не Должен Знать Для Чего Хапкидо И Существует Что Полицейский Подходит И Просто Вместо Того Чтоб Тебя Допустим Дубинка Охаживает Хватает Тебя За Руку И Наболевой Тебя И Все Привет И тебе Приходится Следовать За Ним Ну Вот На Сегодня Я Закончил Если Видео Понравилось Ставьте Лайки Если Не Понравилось Ставьте Дизлайки Не Забывайте Если Есть Какие Комменты Пишите Комменты Ну И Соответственно Делитесь Мои Видео С Другими До Скорых Встреч Всем Пока